Стрелял целый целец в голову своим жертвам Кем оказался стрелок, устроивший бойню в саратовской школе каратэ И как он беспрепятственно пронес оружие в стадии НАТО не хочет озвучивать официальную позицию в связи с турецкой атакой на российский Су-24 Напротив Анкаре обещана поддержка в противовоздушной обороне Разгильдяйство или саботаж? Почему стройка аэропорта в Петропавловске-Камчатском, на который выделили 12 миллиардов рублей, никак не сдвинется с мертвой точки? В прямом эфире на НТВ «Анатомия дня» я, Егор Колыванов и Анна Янкина А также наши коллеги расскажем обо всем, что имеет значение и что касается каждого Депутаты хотят обязать мужчин оплачивать аборты Ну, чтобы бороться с безответственностью сильного пола Какое наказание предусмотрено для тех, кто будет отказывать платить? Сухой закон. Почему в России запрещают порошковый алкоголь? Насколько опасны растворимые крепкие напитки и коктейли? И как запрет поможет конкурировать с американцами? Мы провели расследование на трезвую голову Уникальная операция в Санкт-Петербурге Пятилетний Артем Черепанов, который жил с пулей в голове, наконец-то возвращается к нормальной жизни Как нашим медикам удалось сделать то, что остальные называли невозможным Опасное сближение. Турецкая подлодка подрезала корабль российского ВМФ в проливе Дарданеллы Что означал этот жест и как сейчас наши корабли проходят в Черноморские проливы Ну, начинаем выпуск с кадров из Центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны Там сегодня главком ВКС Виктор Бондарев вручил звезду Героя России Вдове подполковника Олега Пешкова, пилота-бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими ВВС в небе над Сирией Высшая награда страны посмертно была присуждена Олегу Пешкову Указом президента за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга Тело погибшего пилота доставили в Россию накануне Завтра летчика похоронят в Липецке Каково было желание его родных И сейчас в другой теме стрельба в Саратове Особенно шокировали первые комментарии очевидца Сначала мы подумали, что это теракт Потом оказалась драма на бытовой почве Но задуматься все равно есть о чем Человек с огнестрельным оружием вошел в здание детской спортшколы Потом в зал, где тренировались подростки И открыл стрельбу на поражение И все это абсолютно беспрепятственно Даже если в здании был охранник, он скорее всего ничего не заподозрил Мужчина-то знакомый, отец одной из учениц Никаких других средств контроля, которые могли бы остановить убийцу, там, конечно, не было Это теперь в Саратове абсолютно все школы проверяют на предмет безопасности В кого и зачем стрелял саратовский киллер? Первые данные следствия и рассказы очевидцев у нашего репортера Андрея Самарцова Кадры, которые оказались в распоряжении нашей редакции, снятые в первые минуты после расстрела Еще даже скорые не приехали Раненые в ужасе кричат, убийца еще рядом Огни стрел тут, огни стрел Он здесь, он здесь Вой еще в сознании, тут же на тренировочных матах тело Азамата Норманова В кимоно, у порога на выходе из раздевалки Он погиб на месте, в зале вой, плач и крики Оперативники допрашивают раненого, пока тот еще в сознании Кто стрелял, как зашел, что сказал Передавай на дежур, что там еще? Такого крепкого телоположения Так, у вас бывший судья, зовут Расим, правильно? Спортировка, спроситель Еще несколько секунд и раненый мужчина уже едва шепчет Но никакой информации о преступнике от него уже и не нужно Стрелок Расим Керимов сам сдался полиции Вечером в помещении спортивного зала прошел 45-летний отец одного из воспитанников В данной спортивной секции и вследствие имеющегося конфликта с тренером Он открыл стрельбу, заданная стрельба в Арымзе Они дружили, стрелок и его жертва Азамат Норманов, убитый спортсмен, тренировал дочь Расима Керимова А теперь говорят, там что-то личное Они поссорились и стрелок Керимов признается следователем После этой ссоры тренер Норманов стал придираться к девушке И последней каплей стал синяк у нее под глазом Я не могу поверить, что там действительно был конфликт именно за дочерью Это все враньяк А мог он действительно положить руку, скажем так, дать под затыльник У него бывали такие, да, в качестве воспитательных Но чтобы они его боялись, такого не было И чтобы ударить в лицо, в его жизни, мы поверили, Азамат на это не способен И вот еще одна версия Любимая ученица не оправдала надежь наставника Вот она, 18-летняя Вероника Лучшая спортсменка школы карате Ее называли надеждой спорта, будущей чемпионкой Девушка легко брала награды на международных соревнованиях А на первенстве России в Туле заняла последнее место Мы попытались с ней поговорить Дверь девушка не открыла На все вопросы отвечала односложно Едва слышным, срывающимся голосом Так ты как приставал к вам, вот, ваш тренер? Девушка, я же вам не слышал Ну хотя просто объясните мне, на какой почве Приставание или личный какой-то конфликт был по бизнесу у отца? Вооруженный пистолетом со спиленными номерами Расим Керимов зашел в спортшколу прямо во время тренировки В зале были три десятка детей и подростков Убийца сделал шесть выстрелов Исследователи сухо говорят Повезло, что жертв так мало Теперь они ищут причины поступки Керимова Но еще предстоит выяснить Как вооруженный человек смог беспрепятственно пройти в детскую спортшколу Андрей Самарцев, Анастасия Пак, Адели Мурсалимова, Анатомия дня К другим темам в Брюсселе Сегодня открылась двухдневная встреча глав МИД стран НАТО Мировая безопасность и борьба с террористами Ключевые темы в повестке Выступая перед журналистами, глава Альянса Йенс Толтенберг заявил, что НАТО продолжит поддерживать Противовоздушную оборону Турции Однако усиление ПВО в республике не связано С расстрелом российского Су-24, подчеркнул он После инцидента с российским бомбардировщиком В военном блоке произошел раскол Одни поддерживают Турцию, другие прикрывать действия Анкары не хотят Столтенберг сегодня призвал Москву и Анкару к диалогу При этом генсек не стал скрывать НАТО активно наращивает свое военное присутствие в восточном регионе Но делает это исключительно в ответ на переброску в Сирию Российского комплекса С-400 Россия и Турция были в центре внимания накануне и в Париже Там в условиях беспрецедентных мер безопасности Прошел всемирный саммит по проблемам климата на планете На него приехали лидеры 150 государств В том числе и Владимир Путь Впрочем, еще до начала конференции было понятно Одной только экологией участники не ограничатся И вынуждены будут обсудить актуальные проблемы Международной безопасности Так, собственно, и вышло Вот эту традиционную для таких встреч Общую фотографию участников саммита Сегодня показали все западные телеканалы Российского лидера на ней нет, даже не ищите Иностранные участники встречи обратили на это внимание Журналисты даже предположили, что на фотографирование Владимир Путин опоздал не случайно А для того, чтобы избежать встречи с Эрдоганом Президент же предпочел обсуждать случившееся в Сирии с Бараком Обамой Встреча с американским лидером длилась 30 минут О чем они еще поговорили И потеплеют ли теперь отношения России и Запада Из Парижа обозреватель НТВ Вадим Глускер Зачем что-то обсуждать или встречаться с Эрдоганом Который, настаивая на встрече с российским президентом Не собирается извиняться за сбитый самолет В то время, как Барак Обама сегодня утром первое С чего начал переговоры с Владимиром Путиным Так это с того, что выразил глубокое сожаление В связи с инцидентом с российским СУ-24 Именно подготовкой к возможной встрече с Бараком Обамой И был занят последние часы перед прилетом в Париж Владимир Путин О том, что переговоры состоятся, стало известно сегодня утром Две недели назад их первая встреча за последний год Выглядела как экспромт Сегодня полноценные 30-минутные консультации То, что не присутствовало там на фотографировании Либо на каких-то ритуальных вещах Это, повторяю еще раз, вопрос чисто технического характера Связан с рабочим графиком И с необходимостью с коллегами обсудить до конца в деталях Все, что мы должны сегодня были здесь сказать И на сессии, ради которой я сюда приехал И в ходе двухсторонних встреч Но говорилось сегодня многое На встрече с председателем КНР О необходимости регулярных встреч друг с другом Для сверки часов в быстро меняющихся обстоятельствах в мире Конец цитаты Что именно обсуждали в течение целых полутора часов Президент России, канцлер Германии И председатель Еврокомиссии Остается только гадать Что же касается переговоров с премьером Израиля Нетаньяху То Владимир Путин высоко оценил Предложенный израильским лидером Механизм взаимодействия между российскими и израильскими военными В связи с обострением ситуации в регионе И борьбой с мировым терроризмом Вот, например, Турция По словам российского президента Москва получила дополнительные данные Подтверждающие, что из мест добычи нефти Которые контролируются ИГИЛ И другими террористическими организациями Эта нефть в огромных количествах В промышленном масштабе Поступает именно на территорию Турции У нас есть все основания полагать Что и решение по поводу того, чтобы сбить наш самолет Было продиктовано желанием Обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции Как раз к портам Откуда они отгружаются танкеры А защита туркоманов Это только предлог В этой связи Владимиру Путину был задан вопрос Не жаль ли ему многолетних прекрасных отношений с Турцией Которые он сам во многом и строил По словам президента, проблемы, оказывается, возникли не сегодня Есть проблемы, которые возникли уже давно И которые мы пытались решить в диалоге с нашими турецкими партнерами Ну, например Например Мы давно Просили обратить внимание на то, что Представители террористических организаций Которые воевали и пытаются войти с нами с оружием в руках В отдельных регионах России В том числе на Северном Кавказе Всплывают на территории Турции Мы просили прекратить Такую практику Тем не менее, фиксируем, что Они находятся на территории Турецкой Республики Проживают в охраняемых спецслужбами и полициях регионах А потом, используя безвизовый режим Всплывают опять на нашей территории Где мы продолжаем с ними бороться Но что касается создания широкой антитеррористической коалиции Которую, как мы знаем, уже поддержала Франция То теперь эту идею, судя по всему, потихоньку начинает поддерживать США Иначе чем объяснить, что сегодня президент Обама Впервые с начала российской военной операции в Сирии Заявил о том, что Москва должна продолжать авиаудары по исламскому государству Вадим Глузкер и Борис Фильчиков Европейское бюро НТВ Специально для анатомии дня Революционный способ борьбы с нерадивыми отцами Нашли депутаты Госдумы Плату за аборты они решили возложить на мужчин Сегодня этот законопроект как раз рассматривают на охотном ряду В прямой эфир из Госдумы выходит наш репортер Валерий Алехин Лер, какое наказание за отказ в оплате грозит И как вообще это государство сможет контролировать? Коллеги, да, но надо сказать, что эту инициативу депутаты еще не начали Обсуждать, сегодня довольно насыщенная повестка дня И вот судя, собственно, по этой повестке Об этом они начнут говорить буквально с минуты на минуту Но я отмечу, что инициатива эта вызвала немало споров Ведь депутат справедливого РОС Алексей Лысяков По сути предлагает принять закон Который обяжет всех мужчин оплачивать аборты Он сегодня с нами поделился, что идея им это пришла после того Как на охотном ряду не так давно очень много говорили о том Чтобы исключить процедуру абортов из системы ОМС У женщины в сегодняшний день нет никаких козырей Для общения с потенциальными отцами Если подобная процедура будет предусмотрена То, по крайней мере, появится аргумент Что, дорогой товарищ, ты либо мне помогай Ну хотя бы оплати аборт, раз уж ты ребенка не хочешь Взваливать на женщину и принятие решения И психологическую травму, и медицинский риск И еще и оплату Это не очень честно, на мой взгляд Но надо отметить, что этот законопроект депутат Лысяков предлагает не впервые Несколько раз его уже отклоняли Большинство парламентариев считают, что документ просто-напросто очень сильно недоработан Но вот взять хотя бы то, что уже по действующему российскому законодательству Отцовство у нас в стране устанавливается после рождения ребенка А по инициативе Лысякова это нужно будет делать на очень ранних стадиях беременности Когда возможно аборт это первая, вторая, третья неделя Ну или хотя бы да А вот как наказывать тех, кто будет отказываться платить Об этом в документе тоже не слово Так что, скорее всего, эту инициативу сегодня снова отклонят и отправят на доработку Аня, Егор Да, дорабатывать судьбу всему там еще много чего нужно Спасибо, Валерия Алехина об инициативе депутатов Госдумы Разгильдяйством и саботажем назвал глава администрации президента Сергей Иванов Работу по строительству аэропорта в Петропавловске-Камчатском С нами Глеб Яных, эксперт по экономике Глеб, а что вызвало такую резкую оценку главы президентской администрации? Ну, Егор, сам посуди Сдать объект должны были еще в прошлом году На носу 2016-й, а воссыны не там По словам Сергея Иванова, все это очень напоминает ситуацию с задержкой в строительстве космодрома Восточный В момент проверки оказалось, что работы вообще не ведутся Иванов потребовал от властей региона ужесточить контроль за стройкой А если это не поможет, пообещал прислать прокурорскую проверку На модернизацию аэропорта государство выделило 12 миллиардов рублей И эта воздушная гавань – единственная надежная связь жителей полуострова с материком Между тем, Дмитрий Медведев решил навести порядок на алкогольном рынке И предложил запретить так называемое сухое спиртное И я сейчас не о категории вин Это раньше крепкие напитки продавались только в бутылках и в жидком виде Теперь в широком доступе пакеты с алкогольным порошком Гранулированный водка, ром, виски Купил, а дальше, как в старой рекламе, просто добавь воды Так чем же опасно порошковое спиртное? И как запрет отразится на алкогольном рынке? Трезвый взгляд на проблему от Александра Терехина Это распоряжение правительства стерло в порошок все планы зарубежных поставщиков засыпать российский рынок сухими крепкими напитками Решение – запрет продажи сухого алкоголя на территории Российской Федерации Ожидаемый результат – предотвращение распространения новых форм алкогольной продукции А ведь еще год назад никто и предположить не мог, что водку, коньяк, да впрочем, любой алкоголь можно не только разливать, но и рассыпать Пока на американских телеканалах не появился вот этот человек со своей революционной идеей Я наливаю немного воды внутрь, закрываю упаковку, перемешиваю и вуаля, ваш напиток готов Его зовут Марк Филипс, а это его ноу-хау – пакетики с самыми популярными напитками покрепче Это называется полкоголь – просто добавь воды Но даже американское правительство ушлого изобретателя не поддержало После тщательных исследований полкоголь запретили сразу в 20 штатах Тогда Филипс попытался выйти на российского потребителя Вот уж кто действительно по достоинству оценит его товар, не сомневался алкодилер Но еще этим летом депутаты Госдумы предупреждали Пока состав полкоголя, а главное – впоследствии его потребления, не будут изучены Сухого пойла не стоит ждать на отечественных прилавках Возможно колоссальная передозировка То есть одно дело ты определяешь питьем норму Другое – три таблетки бросил и тоже неизвестно, что ты получил на выходе А теперь российские наркологи подтвердили Полкоголь только спровоцирует новую волну отравлений За счет этого будет общий объем употребления расти, доступность расти и алкоголизация расти Многие врачи даже успели приравнять сухие крепленные к наркотикам и даже ядам Они не исключают, что серия смертельных отравлений в Краснодарске Могла быть вызвана именно разведенным порошковым виски неизвестного происхождения Александр Терехин, Карина Мухудинова и Ольга Муханова Новый год и Рождество, подчеркивая тем самым, что отдыхать у них можно круглый год По словам греческого министра по туризму, помимо моря и солнца в Греции есть еще туризм культурный, религиозный и медицинский Да, в Греции действительно очень много красивых мест, но учитывая, что с сегодняшнего дня полностью прекращены продажи путевок в Египет и Турцию, предложение весьма актуально Спасибо, Глеб Да, выбирать особенно не из чего Спасибо, Глеб В Грецию или любую другую страну готова была обращаться за медицинской помощью семья из Свердловской области Местные медики отказывались оперировать пятилетнего ребенка, который в результате несчастного случая полгода жил с пулей в голове Кто из врачей все-таки рискнул, кто помог деньгами и как себя чувствует пациент, расскажем через несколько минут И вот о чем вы еще узнаете сегодня Опасное сближение, турецкая подлодка подрезала корабль российского ВМФ в проливе Дернанеллы Что означал этот жест и как сейчас наши корабли проходят Черноморские проливы Через что пришлось пройти человеку, чтобы получить обещанную год назад квартиру Жители Якутска, у которого в пожаре погибла беременная жена и дочь, наконец дали жилье От кого зависело решение Продолжим после очень короткой рекламы Дождитесь Анатомия дня на НТВ и мы снова в прямом эфире Сейчас о главных новостях к этому часу После вооруженного нападения на Саратовский спортклуб В результате которого был убит тренер сборной России по карате Азамат Норманов В регионе начались проверки образовательных учреждений Детям, ставшим свидетелями этой жестокой расправы, будет оказана психологическая помощь Правительство Германии собирается направить в Сирию более тысячи солдат для борьбы с группировкой исламского государства Если план одобрит Бундестаг, это станет самой крупной зарубежной операцией немецкой армии Еще из новостей В Петрозаводске пьяный священник сбил на пешеходном переходе женщину Она скончалась на месте Полиция начала проверку, других подробностей пока нет В Ростове-на-Дону вынесен приговор участникам банды, которые вербовали людей в ИГИЛ Трое из них, в том числе организатор, бывшие студенты Ставропольской медицинской академии Дело слушалось в Северокавказском военном суде в особом порядке Подсудимые всего их шестеро По данным следствия, почти три года назад объединились и создали пропагандистскую ячейку исламского государства За это время им удалось обработать четверых молодых людей Через границу с Турцией Те перешли на сирийскую территорию и вступили в ряды боевиков Кроме того, двое из подсудимых обвинялись в незаконном приобретении и хранении оружия У них нашли револьвер, два пистолета, патроны, а также гранаты и самодельное взрывное устройство Суд приговорил их к срокам от 5 до 7 лет в колонии и к штрафам от 100 до 250 тысяч рублей В Санкт-Петербурге медики удалили из головы пятилетнего ребенка пулю, с которой он прожил полгода О совершенно немыслимой ситуации, в которой оказалась семья из Свердловской области, мы рассказывали недавно В мальчика совершенно случайно из пневматического ружья выстрелил старший брат Ребенок выжил, но пуля, застрявшая в тканях мозга, конечно, давала о себе знать А оперировать врачи отказывались, говорили, не трогайте, только хуже сделайте И получалось, что выхода нет, удалять пулю смертельно опасно и жить с ней тоже Кто в итоге рискнул пойти на эту сложнейшую операцию, кто помог найти деньги Это ведь дело очень недешевое, и главное, каковы прогнозы врачей для малыша Обо всем этом репортер НТВ Николай Булкин Маленькая свинцовая пуля теперь в руках хирурга Этот кусок металла несколько месяцев был в теле пятилетнего Артема Старший брат случайно, это доказала полицейская проверка, выстрелил Из пневматической винтовки ребенку в голову, и тот оказался буквально на волосок от смерти В каких-то миллиметрах свинец прошел, не повредив важнейшие отделы мозга Пуля для пневматического оружия, которая была извлечена из позвоночного канала У ребенка Черепанова Артема 5 лет В Екатеринбурге, откуда мальчик родом, лечащие врачи уверяли Пулю лучше не трогать, хуже будет, пусть мальчик так живет Но головные боли усиливались, возникли проблемы с координацией Узнав об истории от журналистов, петербургские врачи 5-й детской больницы Однозначно заявили, оперировать можно и нужно Показания для удаления мигрирующего инородного тела, они однозначные То есть оно должно быть удалено по всем канонам хирургии Оно представляет риск развития очень тяжелых осложнений В Петербурге стало понятно, пулю врачам придется ловить За те несколько месяцев, которые пуля находилась в теле ребенка, она существенно сместилась Мальчик активно двигался и в результате маленький кусок свинца из головного отдела переместился в позвоночный Где его и обнаружили врачи Оперировать готовились к голову, а пришлось к поясницу Пуля, располагающаяся сначала в полости черепа, мигрировала в позвоночник Прошла через шейный отдел, далее через грудной отдел И спустилась по позвоночному каналу, через весь позвоночный канал практически до крестцового отдела Это очень опасный маршрут, во-первых, мы не знали, где она может остановиться в результате своего мигрирования Но, во-вторых, конечно, это очень опасное место с неврологической точки зрения Несколько часов ушло на операцию, и вот результат очевиден Это все-таки не полость черепа, не надо делать трепанацию черепа, двигать височную долю Нельзя сказать, насколько там сложнее или проще эта операция Операции по удалению вообще народных тел, особенно маленьких, они, в принципе, непредсказуемы Ты как сапер там работаешь Врачи теперь считают, сколько раз после несчастного случая мальчику посчастливилось В момент, когда пуля в нескольких миллиметрах прошла рядом с отделами, отвечающими за дыхание и сердцебиение В момент, когда сместившись по позвоночному каналу не вызвало никаких осложнений И в момент, когда семья нашла хирургов, решившихся на операцию Сам пятилетний Артем сейчас еще восстанавливается после операции К нему не пускают, но врачи уверяют, уже через пару дней он сможет сам рассказать о своем хорошем самочувствии Николай Булкин, Виктор Худи, Сергей Преображенский, специально для Анатомии дня Ну, позитивная новость, конечно Ну, а в блогах сегодня активно обсуждают инцидент в Дарданеллах Этот пролив контролируется Турцией И сегодня российский сухогруз Яуза встретился там с турецкой подлодкой Ранее приходили сообщения, что Турция не дает пройти российским судам в Босфоре К нам присоединяется Михаил Генделев Миш, ну, ведь существует конвенция, по которой черноморские проливы должны быть свободными для судов Да, а ведь формально наше судно в Дарданеллах никто и не задерживал Моряки рассказали, что столкнулись с подлодкой на входе в порт И турки потребовали от россиян изменить курс Потом суда разошлись и продолжили путь по заданному маршруту Кстати, накануне были сообщения, что наш ракетный крейсер Москва Который контролирует авиабазу Хмеймим Окружили турецкие субмарины А вот как эту игру мускулами соотнести с заявлениями турецкого премьера Который сегодня предложил создать военный канал связи с Россией Чтобы не повторить трагических инцидентов со сбитым самолетом, непонятно Вот, кстати, о российских военных самолетах В рядах ВКС к концу года появится новинка Воздушно-командный пункт стратегического управления второго поколения на базе Ил-80 Подобный борт США называют самолет судного дня Ну, собственно, до сих пор такое воздушное судно и было Это только у Пентагона Под судным днем имеется в виду, например, ядерная бомбардировка Когда наземные штабы выведены из строя И командный состав продолжает руководить с борта этого самолета Первый такой комплекс успешно прошел испытание А в объединенные приборостроительные корпорации заявили, что уже приступают к разработке третьего поколения таких судов Но кроме военных новинок, пользователи очень активно обсуждают календарь Который каждый год выпускает один из производителей автомобильных шин Ну, еще бы, ведь этот календарь, наверное, впервые в своей истории решил обойтись без обнаженных красот Ну, там есть пара намеков, а в целом модели не просто одеты, они застегнуты на все пуговицы Более того, многим из них за 60 Это режиссеры, художницы, бизнес-леди, общественные деятели Профессиональные модели тоже есть Вот, например, россиянка Наталья Водянова Но и она полностью одета, да еще и с сыном на руках А что вдруг стряслось-то? Вот на форумах люди задаются вопросом Ну, неужели настал тот роковой день, когда ключевым параметром модели стал ее IQ, а не размер бюста? Ну, вот автор проекта, фотохудожница Энни Лейбовиц говорит, что идея сама исходила от владельцев И сейчас, когда женщины теснят мужчин в бизнесе, в политике, тиражировать образ на все готовые красотки, они считают уже просто неактуальным Миша, опасная тенденция Совсем недавно ты рассказывал, что один мужской журнал тоже решил отказаться от дню Да, да, да Спасибо, Миша Спасибо В Якутске, как раз к началу календарной зимы, хотя снег там еще с сентября лежит Получил, наконец-то, новую квартиру героя одного из наших репортажей Человек, потерявший в результате пожара семью, дочь и беременную жену И оставшийся с ипотечным кредитом за сгоревшее жилье Мы рассказывали о нем ровно год назад Помочь Валерию обещали все и страховщики, и банки, и чиновники И вот мы решили проверить А по факту-то что выяснял это наш репортер Анастасия Пак Застегивая на ходу курку в настых обутых кроссовках, он встречает нас у подъезда Вячеслав Халецкий только получил ключи, тут же съехал из родительской однушки Да, впустую, без мебели и с грязными после ремонта окнами, но в свою квартиру Кухня у вас какая, да вообще в футбол играть на кухне можно Он, конечно, рад, но получается, что за этот свой собственный угол Халецкий заплатил самую высокую цену У него была квартира, но она сгорела, а в пожаре погибла беременная жена Оля и трехлетняя дочь Женя От дома, где была квартира Халецких, не осталось практически ничего Ну вот какие-то обгорелые балки, личные вещи, все остальное снесли Ну правильно, с пожара-то прошло полтора года А дом, кстати, был вот точно такой же, как эти, деревянный, двухэтажный С деревянными перекрытиями и утеплителем, который загорается моментально, как спичка Эти кадры снял кто-то из соседей Несколько минут и два дома полностью охвачены пламенем У Вячеслава от всей его счастливой семейной жизни только и уцелела Кухонный фартук жены, фотоальбом и огромный долг перед банком За сгоревшую квартиру, которую Халецкие брали в употеку Для них-то это как бы полтора миллиона, это не деньги А где мне их взять и какой залог мне квартиру предоставить? Да и тем более я уже остался как бы один Чиновники тогда разводили руками компенсации, не положено А Халецкий, но не такой он человек, чтобы обивать пороги кабинетов И кажется, только на кладбище давал волю чувства Здрасте, ангелочки мои Тогда, в сентябре 2014-го, обещание помочь Халецкому приходилось буквально выдавливать Из банкиров, чтобы простили просроченные долги Из страховщиков, чтобы выплатили страховку И из мэрии, чтобы выдали квартиру Можете прямо сейчас подтвердить, что Вячеслав Халецкий получит новую квартиру И самое главное, когда? Я и вам могу обещать, что этот вопрос будет решен до 1 сентября 2015 года Но за год вопрос решился только частично Страховщики погасили ипотечный долг Но жить Вячеславу было негде В прокуратуре отказывали, какое, мол, жилье, страховка-то получено А ту, сгоревшую квартиру, и вовсе признали проданной Как будто я купил квартиру свою, вот, в той Борисовке И как будто я ее продал, получается Солнечный свет заливает пустую иголку и дозвон в ушах кухню Он бы не стоял здесь, не смотрел в окно, если бы не странное совпадение Только наша съемочная группа собралась в Якутск разбираться с делом Халецкого Только позвонили в мэрию, как Вячеславу выдали ключи Хотя прокуратура по-прежнему против Но мэр Айсен Николаев решил, что это будет несправедливо И теперь ему могут надавать по шапке Вот когда надают, я вам позвоню, скажу Мне хотят подать по шапке за то, что я поступил по строительству Надеюсь, он ты меня поддерживаешь Все его вещи еще свалены в угол, диван разобран Ремонт было бы неплохо сделать Здесь только раскладушка да детский комод с веселыми жирафиками Оттуда еще и старые квартиры из прошлой жизни Анастасия Пак и Закир Ансаров Анатомия дня Якутск Срочные новости приходят из Болгарии В Софии рядом с терминалом аэропорта Обнаружен микроавтобус со взрывчаткой И вот первые кадры оттуда Как мы видим, на месте уже работают взрывотехники Все подробности буквально через несколько минут Оставайтесь с нами Анатомия дня на НТВ, мы в эфире Международный аэропорт Софии эвакуирован в Сувизи с угрозой взрыва Рядом с одним из терминалов сотрудники воздушной гавани Обнаружили подозрительный автобус с бельгийскими номерами Внутри которого, по некоторым данным, находится взрывное устройство Представители МВД, прибывшие на вызов Эту информацию пока не подтверждают и не опровергают Сейчас взрывотехники при помощи специального робота Осматривают подозрительный сверток внутри автобуса Здание аэропорта оцеплено Однако полностью работа авиаузла не остановлена Информации об отложенных или отмененных рейсах нет Все пассажиры находятся во втором терминале Он на достаточном расстоянии от предположительно заминированного автобуса И там людям ничто не угрожает, сообщили в администрации аэропорта Рядом с воздушной гавани дежурят пожарные и медики Ну и вот судя по последним сообщениям На месте этого ЧП был произведен направленный взрыв Было слышно несколько хлопков Ну и как минимум вот то устройство, которое находилось в автобусе Было уничтожено А что это за устройство все-таки было Теперь будут выяснять специалисты Ну и к другим темам На Дальнем Востоке объявлена угроза чрезвычайных ситуаций Из-за плохой погоды Ради безопасности жители просят не пользоваться личным транспортом И не выезжать за пределы населенных пунктов Иван Труре, наш эксперт по погоде, следит за прогнозами Вань, я так понимаю, все дело в новом циклоне Да, ребята, он идет к нам из Китая И в первую очередь накроет Приморский, Хабаровский край Амурскую и Еврейскую автономную области В ближайшие часы погода там резко испортится Поднимется очень сильный ветер С порывами до 28 метров в секунду А осадков будет так много, что за пару дней может выпасть две месячных формы Температура при этом будет колебаться около нуля Так что не обойдется без гололеда и даже есть опасность льняного дождя Но погода испортится и в соседних регионах Подробности расскажем в нашем прогнозе У побережья Дальнего Востока завтра окажется сразу два ненастных циклона Один накроет Курильские острова и Камчатку, там ураганы метели Второй вихрит принесет на юг не только шторм, но и резкое потепление В Приморье до плюс 8, в Хабаровске минус 9 У Байкала погода почти не меняется Снег днем до минус 15 В Якутии морозы слабеют В Якутске минус 24 градуса Сибирь от холодного арктического воздуха защищает циклон И только на Таймыре минус 25, а в остальных районах теплее нормы В Иркутске минус 7, в Омской области до минус 6 В Томской и Кемеровской минус 3, минус 8 На Урале от 0 до минус 5 и мокрый снег В Петербурге днем до 2 тепла В Москве снег, гололедится и около 0 Хорошая погода очень на руку и космонавтам Международной космической станции Ведь они с орбиты фотографируют Землю И даже облачность не помешала сделать уникальные снимки В просвете между тучами они сняли огни Москвы и Петербурга И как раз в этот момент на горизонте появилось северное сияние Действительно редкое везение Очень красиво, спасибо, Вань Спасибо Вот такая сегодня анатомия дня Мы, Егор Колыванов и Анна Янкина, вернемся в эфир завтра в 23.30 А сразу после нас смотрите сериал «Команда» Увидимся завтра До встречи Счастливо